друзья всем привет меня зовут дмитрий а вы на канале пестрецов shop и сегодня у нас вот такой вот небольшой видео отзыв о работе фильтра geyser прошел уже где-то год и три месяца с тех пор как он у меня стоит вот и я просто хотел поделиться мыслями и рассказать как я его вообще обслуживаю и что в нем меняю что же давайте мы с вами распакуем те предметы которые я для него прикупил и заодно поговорим о работе самого фильтра и так поехали что что можно сказать в первую очередь фильтр конечно экономит огромное количество денег на воде на воде вообще да на во всем на всем можно сказать в плане того что у меня перестала накипь появляться где бы то ни было до до этого я чайник чистил постоянно тратился просто на всякие кислоты и так далее но это как бы одно сейчас мы абсолютно все готовим именно на этой воде которая нам гейзер а пьем мы в любом случае ту воду которая мы заказываем бутыльях объясню почему потому что вода которая идет из-под самого фильтра у нее мир и минерализация она находится на очень и очень низком уровне даже если вы все равно пропускаете через минерализатор эту воду он не до конца и он минерализирует поэтому воду из-под самого фильтра осмоса я бы конечно не советовал пить поэтому мы пьем из бутылок но могу сказать так что одно дело когда вы делаете чай вы соответственно заливаете воду из-под фильтра другое дело когда у вас если нет фильтра вы покупаете бутыли и в эти бутыли вы льете абсолютно воду во все в чай в суп и так далее да это просто гигантский расход денег которые у вас просто вот этот фильтр он окупит это очень быстро вот что мы вообще меняем в этом фильтре достаточно частенько а это осадочные картриджи от гейзера который я меняю вообще раз три месяца данные фильтры они меняются достаточно легко вот тут хоть тут написано пятьдесят тысяч литров но я меняю раз три месяца несмотря ни на что мембрану который я меняю раз наверное в год и наверное это у меня вторая мембрана потому что первую я поменял глупости через три месяца работы вот сейчас прошел год и три месяца не реализатор я меняю на самом деле первый раз и съездил в леруан мерлен посмотреть какие продаются наборы для него наборы продаются вот здесь вот есть все что касается фильтра все при бомбасе ки но нигде нету набора с минерализатором поэтому давайте мы сейчас откроем наверное вот этот вот главный набор посмотрим что же там внутри и поговорим о том из чего он состоит описание комплект картриджей гейзер r1 для гейзер престиж комплект сменных элементов r1 гейзер 50090 представляет собой набор сменных картриджей для системы обратного осмоса гейзер престиж полипропиленовый механический фильтр пп 10 дюймов и фильтр cbc карбон блок картридж из кокосового угля 10 дюймов удаляет из воды песок и ржавчину механические и хлороорганические примеси обратно осматическая мембрана вонтон имеет поры размером 0,001 микрометра сквозь эти поры могут пройти только молекулы воды а все примеси тяжелые металлы соли жесткости бактерии и вирусы сливаются в дренаж дополнительный защитный слой не позволяет отфильтрованным частицам оседать на поверхности мембраны и продлевает срок ее службы постфильтр с высокоэффективным кокосовым активированным углем улучшает вкусовые качества воды так немножко себя поранил ну ладно так такая вот здесь удобная упаковочка насколько вы можете видеть а в нем уже тоже сделаны сразу несколько разных фильтров давайте посмотрим это так называемый у нас постфильтр порезал немножко руку постфильтр который у вас уже после после осмоса стоит у него там кокосовый уголь то есть он меняется тоже где-то ну в раз полгода как мне кажется затем это предварительные фильтры которые стоят это угольный картридж их стоит две штуки вот конечно менять их надо почаще не думаю что наверное раз в год их надо менять все это тоже написано 50 тысяч литров они десять тысяч литров срок годности на упаковке тра-та-та-та-та-та ну в общем их стоит две штуки в наборе их тоже две штуки это у нас кокосовый уголь вот обычно их ставят после данного вот этого фильтра вот я их отдельно покупал и здесь касается вот по сути говоря это вот три ступени которые у вас фильтруют в самом самом начале после этого вода у вас попадает в осматическую мембрану который тоже идет в комплекте вот но кто-то знаете мне показывал что вместо этой мембраны люди ставили короче китайскую какую-то мембрану она чуть больше она чуть шире там такой картридж и у них получалось очень интересно то что фильтр давал производительность гораздо гораздо больше по моему раз в пять чем с данной мембраны то есть них по сути проточная вода текла так там больше ничего нету ну и собственно здесь это у нас минерализатор не знаю почему в такой упаковке я буду открывать от себя чтобы не порезаться вообще кровью стечешь так посмотрим как он выглядит смотрите но это не просто как бы сам картридж минерализатора это целиком набор для его установки гейзер что в принципе даже ну неплохо потому что я трубку бы я тоже поменял потому что я не так часто пользовался вот а хотя надо было бы но я могу так сказать я замерял сколько частиц примерно дает минерализатор вот если осматическая вода у меня идет где-то от 7 до 14 частиц показывает ну как вы можете ppm да то с минерализатором где-то у вас порядка 35 45 максимально но когда вы берете воду из бутылок которые вы заказываете там 140 150 в принципе вода должна быть но как бы полностью мере не реализована да потому что пить воду которая осматическая вы во-первых ей никогда не напьете поэтому это вообще глупость полная поэтому вот эти вот вещи если вы хотите пить из под фильтра осматическую воду но это вообще как бы обязательно еще конечно хочу сказать пару слов о самом минерализаторе так как я убрал вот в такой вот упаковке он обошелся мне порядка он 900 рублей вот я это покупал в леруа мерлен но на самом деле если вы берете где-то в другом магазине это еще будет дороже потому что он идет с таким набором вот вам по идее если вы меняете вам нужен картридж а еще лучше вам бы взять вот непосредственно набор для вашего гейзера гейзера престиж pm который идет с минерализатором бывают такие наборы я их видел по моему по 3 900 что ж друзья если для вас было полезно это видео ставим ему большой палец наверх если у вас возникнут какие-то вопросы вы пожалуйста пишите комментарии и дайте знать